Видео подготовлено сайтом online.dz.net Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 673. И до задания дается небольшая историческая справка про математика нашего российского Андрея Николаевича Калмогорова. Можете ее прочитать сами, если вам интересно. И дальше дается свойство чисел, которые Калмогоров заметил, будучи шестилетним ребенком. 1 в квадрате равняется 1, 2 в квадрате равняется 1 плюс 3, 1 плюс 3 – 4, 2 в квадрате – 4, 3 в квадрате – это 1 плюс 3 плюс 5, 4 в квадрате – 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7. И вам нужно попробовать рассказать, что это за свойство, и проверить, выполняется ли оно для квадратов нескольких следующих чисел. Давайте сначала посмотрим внимательно на те равенства, которые у нас уже есть. Какие числа здесь присутствуют? 1, 3, 5, 7. Причем все эти числа у нас нечетные и последовательные, то есть которые следуют друг за другом. 1 и 3 – последовательные числа. 1, 3 и 5 – последовательные и нечетные числа. 1, 3, 5 и последовательные и нечетные числа. Причем 1 в квадрате будет равняться 1, 2 в квадрате будет равняться 1 плюс 3, то есть 2 слагаемых у нас здесь уже присутствует у числа 1 в квадрате 1 слагаемое. 2 в квадрате – 2 слагаемых, 3 в квадрате – 3 слагаемых, у 4 в квадрате – 4 слагаемых. Можно это свойство сформулировать следующим образом. Квадрат натурального числа равен сумме последовательных нечетных чисел, причем количество этих нечетных чисел будет равняться самому числу. Или для краткости можно сформулировать так. Квадрат натурального числа n равен сумме n нечетных последовательных чисел. Давайте проверим, выполняется ли это свойство для квадратов нескольких следующих чисел. 4 в квадрате у нас есть, 5 в квадрате проверим. Нужно, если верить свойствам, сложить 5 последовательных нечетных чисел. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 5 и плюс 7 – это 4 последовательных нечетных числа. И плюс 9, 5 последовательное нечетное число. Считаем сумму 1 плюс 3 плюс 5 и плюс 7 – это будет 16, и плюс 9 – это будет 25. А 5 в квадрате – это действительно 25. То есть для следующего числа натурального это выполняется. 6 в квадрате – это 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 плюс 9, и плюс следующее нечетное число – это 11. До 9 мы уже сумму посчитали. Это 25 плюс 11 – это 36. А 6 в квадрате – это действительно 36. 7 в квадрате проверяем. 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 плюс 9 плюс 11. А следующее натуральное нечетное последовательное число – это 13. До 11 эта сумма равняется 36 и плюс 13 – 49. А 7 в квадрате – это 49. То есть для семерки это тоже выполняется свойство. И давайте для еще 8 проверим. То есть у нас будет 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 плюс 9 плюс 11 плюс 13 и плюс 15. Следующее нечетное число. К 49 прибавляем 15, будет 64. А 8 в квадрате – это 64. Для восьмерки это значит тоже выполняется. Выполнили задание 673. Дальше проверять мы не будем. Но если вам интересно, самим проверяйте самостоятельно. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!